Приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Анастасия Час, и это очередное видео из серии лайфхаки счастливых людей. Как вы помните, одна из важнейших целей в жизни любого человека это найти счастье для себя и своих близких. Однажды Папа Римский, архиепископ Кентерберийский и главный раввин пошли на озеро ловить рыбу. Взяли они с собой суднучок с провизией, чтобы вкусно пообедать. Придя на озеро, сели в лодку и поплыли на середину. Там они провели несколько часов, ловя рыбу. Довольные и усталые захотели пообедать. Открыли сундучок и обнаружили, что забыли на берегу вино. Им так не хотелось грести обратно, а потом возвращаться. Не беспокойтесь, сказал Папа Римский, сейчас принесу. С этими словами он вышел из лодки и пошел по воде на берег. Взял бутылку вина и вернулся обратно. Архиепископ и главный раввин посмотрели друг на друга с удивлением. Тут они обнаружили, что забыли на берегу штопор. Моя очередь, сказал главный раввин. Вылез из лодки и пошел по воде на берег. Там он нашел штопор и вернулся. Они открыли бутылку и только тогда поняли, что забыли на берегу стаканы. Архиепископ вздохнул, но, вдохновленный друзьями, попытался встать на воду, но тут же начал тонуть. Когда он скрылся под водой, раввин повернулся к папе и прошептал, наверное, надо было рассказать ему про брод. Папа Римский посмотрел на раввина, не понимающий, и спросил, какой брод? Ну что ж, друзья, пришла пора вас познакомить со вторым лайфхаком. И звучит он так. Определите, кто вы и кем хотите быть. И сейчас я приведу в пример мысли, идеи многих известных мудрых людей. По мнению Дженнивер Лав Хьюитт, актрисы, режиссера, певицы, наверняка многие из вас слышали о ней и знают ее. Лучше всего брать пример с тех людей, кто совершает ошибки, потому что они могут показать вам способы их преодоления. И вы поймете, как преодолеть последствия этих ошибок, не теряя лица и оставаясь самой собой. А вот Харлан Кобин, писатель, пишет, что дети берут пример с того, что вы делаете, а не с того, что вы им говорите. Иногда это меня беспокоит, говорит он. Мы, родители, редко поступаем так, как это должны бы делать ролевые модели. Так мы живем, так мы вводим машину. Обычно, когда ты ищешь образец для подражания, ищешь людей со схожими интересами и схожим опытом. Но это очень ограниченный подход. Нужно учиться выбирать определенные черты из целого набора. Если ты, скажем, ценишь кого-то за его характер, то уважай эту черту. Ник Дельграсс Тайсон, физик, доктор философии. А вот Ален де Боттон, писатель, телеведущий, предприниматель, говорит. Ролевые модели определенно оказывают на нас влияние. И если нас окружают изображения красивых и богатых людей, мы поневоле начинаем думать, что быть красивым и богатым очень важно. Точно так же в средние века людей окружали изображения религиозного смирения. Задумайтесь, друзья. Не думаю, что у детей должны быть ролевые модели. Они только все разрушают. Руперт Эверетт, актер. Ролевые модели определенно оказывают на нас большое влияние. Мы вообще вот надеваем маски и всю жизнь играем разные роли. И если нас реально окружают какие-то определенные ролевые модели, то мы естественно думаем, что это правильно и так и должно быть. И чтобы не повторять ошибок, друзья, и добиться новых успехов, мы всегда должны делать выводы как из первых, так и из последних. Учиться на ошибках других, анализировать свои случаи успеха, другие, чужие, потому что это поможет избежать очень много болезненных ошибок. И в то же время поможет добиться вдохновляющих успехов. Важно очень то, что делясь опытом с другими людьми, вы можете не только помочь им, но и получить от этого очень глубокое удовлетворение. Поэтому делитесь историями успеха, стремитесь изучать истории других, стремитесь изучать их стратегии жизни и стратегии, которые они применяли на пути к своим целям, потому что это очень здорово может вам помочь на пути к личному счастью. И как всегда, я поделила этот лайфхак на три подпункта, и мы начнем сейчас по очереди разбирать каждый из них. Итак, пункт первый. Звучит он так. Познай себя. Вдохновение, которое мы получаем от собственных ролевых моделей, может помочь, повторюсь, на пути к достижению не только успеха в жизни, но и душевной гармонии. Но для успеха, прежде всего, необходимо познать себя, потому что иногда мы многого не знаем о себе. На это, в принципе, есть ряд причин. Вы не понимаете самого себя, вы не умеете анализировать информацию, вы не хотите взглянуть на себя более пристально, неважно, это сознательно или бессознательно. Вы считаете, что уже достаточно хорошо себя знаете, и новая информация вам не нужна. Вы не хотите изучать свои слабые стороны. Большинство уже советует изучать свои сильные стороны и на этом, как говорится, построить всю стратегию, жизненную стратегию, достижение цели, достижение гармонии, счастья и так далее. Слабые стороны. Очень важно знать свои слабые стороны, изучить, и от этого отталкиваться уже в построении своей стратегии жизни. Потому что в полной мере воспользоваться ролевыми моделями можно лишь в том случае, если вы узнаете себя на всех уровнях. И один из способов самопознания очень часто используется на актерских тренингах. Я не знаю, бывали вы когда-то, может быть, есть опыт актерского мастерства. Вот на актерских тренингах, когда учат изображать определенные характеры, именно на театральных факультетах очень часто используется такая техника. Один актер, к примеру, ходит по репетиционному залу своей обычной походкой, а другой актер идет за ним и копирует все его жесты, походку, манеру себя вести, абсолютно все. А затем они меняются местами. И вот изображавший показывает объекту, как тот выглядит со стороны. Знаете, очень интересно иногда посмотреть на себя со стороны, потому что мы себя видим абсолютно по-другому, нежели видят нас другие люди. И делая вот это упражнение, естественно, тот, который копирует его, он будет выпячивать все заметные черты поведения, да, избытуемого, скажем так. И только представляя себе, как выглядят в глазах других людей, актеры способны полностью погрузиться в персонаж, вникнуть в характер своего персонажа и, соответственно, сыграть на должном уровне. И я скажу вам, что это довольно-таки тяжело. Я когда-то, ну, не в профессиональном театре, а в театре еще когда училась, я играла, и все это мне знакомо. Я вам скажу, что довольно-таки сложно, очень сложно избавиться от своих собственных жестов и манер и начинать создавать персонажа вот с чистого листа, то есть смотришь на другого, когда у тебя уже настолько, ты, скажем так, сжился со всеми вот своими, да, манерами, жестами, совсем ты столько с этим живешь, и тут от всего вот этого надо избавляться, и надо копировать, показывать другого человека. Это реально очень сложно создавать персонаж с чистого листа. Вот так вам нужно, дорогие друзья, когда вы, зная свои сильные и слабые стороны, то как вы думаете и как себя ведете, вот тогда вы сможете более полно воспользоваться примерами, которые вот ставят ваши ролевые модели. Я надеюсь, понятно объяснила. Итак, переходим ко второму пункту. Звучит он так. Вдохновляющие ролевые модели. Что здесь хочу сказать по этому поводу, друзья? Когда вы определили свои сильные и слабые стороны, черты характера и свое поведение, вот тогда вы сможете понять, какие пробелы вам нужно заполнить, чтобы извлечь максимальную выгоду из любой ситуации. И только после этого вы выбираете ролевые модели. Можно выбрать людей, которые, по вашему мнению, похожи на вас, но они добились больших успехов, или добились чего-то большего, или у них получается что-то лучше, чем у вас. Или их успехи лежат в областях, в которых вы просто только планируете развиваться. Хочу сказать, что этого, конечно же, недостаточно. Очень советую выбирать ролевые модели тех людей, чей пример вдохновит вас в сложной ситуации. Наверняка вы видели или знакомы с какими-то людьми, которые послужили для вас пример. Вот у них была сложная ситуация, они вышли из нее, вышли из нее успешно, с победой, скажем так. Поэтому вам нужно просто подумать о том, что бы они стали делать в такой ситуации. Если у вас сложилась, к примеру, какая-то проблема, какая-то сложная ситуация, вам просто нужно подумать, как бы этот человек поступил, как бы он преодолел бы те сложности, которые сложились у вас. Здесь есть у меня еще одно упражнение, но в рамках данного видео я не буду давать. Я дам скачать под видео. И вы сделаете, то есть вы воспользуетесь, нет, не то, что вы воспользуетесь, я хочу дать вам возможность, чтобы вы получили доступ к команде виртуальных советников, чтобы они вам помогли. Как это делается, будет описано в упражнении, которое будет под этим видео. Вы скачаете и выполните. И вот действуя по примеру этих людей, вы сможете решить собственные проблемы. Это очень-очень важно реально добиться, получить доступ к команде виртуальных советников. И это делается довольно-таки просто. Под видео будет, то есть под видео посмотрите, есть описание этого упражнения. Следующий пункт, последний в этом видео звучит так. Кем вы хотите стать? Вы можете, конечно же, попробовать повторить карьеру тех людей, кого вы считаете своими ролевыми моделями, которыми, может быть, вы восхищаетесь, уважаете, цените и так далее. Но чтобы добиться реального успеха, вам нужно решить, чего вы хотите в жизни. На самом деле, чего лично вы хотите и кем лично вы мечтаете стать. Представьте, что вы как актер на данный момент начинаете с чистого листа. Открываете нового героя, себя, любимого, открываете с чистого листа. Вы можете стать любым человеком, заниматься чем угодно и достичь любых результатов. Вот чем бы вам хотелось заниматься, подумайте, ответьте себе. Можете себе даже на листочек или в специальный блокнот сделать, блокнот счастья и начинать здесь записывать все-все-все, ответы на вопросы, сами вопросы, ответы на вопросы, все, что вы будете узнавать, все, что вы будете анализировать и получать, какие ответы на ваши же вопросы. Повторюсь, чем бы вам хотелось заниматься, кем бы вы хотели стать, к примеру, через год, через 5, может, через 10 лет, кем вы себя видите, каким вы себя видите, какой жизнью вы хотели бы жить. Может быть, вы сейчас хотите жить одной жизнью, а через 5 лет или через год вы хотите уже, хотели бы, или думаете, ну, предполагайте, что вы уже будете жить другой жизнью. Потому что жизнь идёт, мы меняемся, сейчас мы хотим одно, завтра мы можем захотеть совершенно другое. Поэтому подумайте о ваших ролевых моделях, изучить жизнь и карьеру тех, кто похож на вас, но достиг больших успехов или добился того, чего хотели бы. Это хорошо, конечно, но лучше всего достичь своего собственного большого успеха, стать самим счастливым и прожить свою собственную жизнь, полную гармонии душевной, полную счастья, радости, успеха и, конечно же, новых побед. Ну и давайте подведём итоги второго лайфхака. Следуя примерам ролевых моделей, многих ролевых моделей или тех, которые вам чаще встречаются, или тех, которые вам больше, ближе, подражая их жизни, карьере, конечно же, мы черпаем вдохновение, мы учимся преодолевать трудности, решать проблемы, задачи. И обдумывая то, что сделали бы они в определённой ситуации, мы можем увидеть, конечно, стоящую перед нами проблему с другой точки зрения. Но чтобы извлечь из такого подхода наибольшую пользу, нужно научиться не перекладывать ответственность на другого человека, не стремиться стать кем-то. Нужно развиваться, нужно проанализировать собственную жизнь и постараться выявить те области, в которых вы не сильны. Потому что только в таком контексте ролевые модели могут оказаться полезными. Когда мы вдохновляемся историями людей, которых мы уважаем, которыми мы восхищаемся, мы можем извлечь пользу для собственного развития. И сложно добиться ощущения счастья, если мы недовольны тем, кем являемся, мы недовольны тем, что у нас есть, как мы себя ведём, как мы выглядим, как вообще вот тем, кем мы есть. И делая ежедневный шаг вперёд, мы просто становимся теми, кем по-настоящему хотим быть. Но для этого важно делать, пусть маленький, но каждый день один маленький шажочек вперёд. И именно это даёт ощущение счастья. Я надеюсь, друзья, это было вам полезно. Я благодарю вас за внимание. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями,